Видовой башни на горе Батарейка возвращают прежний вид. Она сменила темные тона на светлые, снова стала белой, такой, как ее задумали архитекторы и скульпторы в 77-м, когда башня была построена. Это уже третья в истории достопримечательность реконструкция. За последние почти 40 лет башня, которая, кстати, принадлежит музею истории, сменила немало арендаторов. А последние годы доступ сюда и вовсе был закрыт. Новым арендаторам объект достался в плачевном виде. Несколько месяцев работы и сейчас уже практически решен вопрос с коммуникациями, а делочные работы тоже фактически завершены. Золотые ступени, белые стены с жемчужным отливом и вот такие ворота с кованными цветами. Все это элементы новой концепции, согласно которой видовая башня должна превратиться в сказочный замок и стать одним из самых романтичных мест в городе Сочи. 20-метровая видовая башня расположена на высоте почти 150 метров над уровнем моря. С верхней площадки открывается живописный вид. Смотровая круглая, поэтому здесь одновременно можно любоваться и морем и горами. Новые арендаторы надеются, что это место полюбится туристам, станет своеобразной эфелевой башней по-сочински. Достаточно много будет романтики. Мы очень надеемся, что когда мы закончим, каждая новоиспеченная супружеская пара захочет сюда приехать и сфотографироваться. А еще верхняя площадка может стать местом для пленеров, а этажом ниже будут выставлять свои картины сочинские художники. Башня может стать местом встреч поэтов и живописцев, своеобразным арт-объектом. Кстати, посетители сюда уже пускают. Параллельно работают над новой концепцией, продумывая детали и заканчивая ремонт. Запуск будет поэтапный. То есть мы отделим остальную территорию башни пока, которая вокруг башни. Саму башню, можно сказать, для туристического маршрута мы уже запустили. В полном объеме мы запустимся где-то в течение месяца, именно сам туристический маршрут. Преобразиция площадка около достопримечательностей. В башне планируют разместить небольшое кафе. Возле нее уже построили здание кухни. Облицовка будет в едином с башней архитектурном стиле. Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.